Девушки отдыхают Руку открывай Открыл Еще ниже, еще ниже Ломаются ноги Можно я хотя бы один вопрос Буду отвечать вот ребятам Пожалуйста Спасибо, ребят Всем привет Привет Калинки, лайн Вась, осторожно Осторожно, не зацепил, чтоб тебя 100 тысяч лайков И мы оплачиваем ему трансплантацию волос Я ему оставлю хоть Это вопрос ребром Острая программа Василий Михайлович, одолжите две тысячи? Конечно, но завтра вернешь две с половиной А можно как-то без процентов? У меня нет А у Альфа-банка можно Заказывайте легендарную кредитную карту Альфа-банка год без процентов Снимайте наличные бесплатно в любых банкоматах И получайте супер кешбек каждый месяц Получается, Альфа-банком пользуются очень выгодно и удобно? Ты прав, Славка Но завтра я же на своей две с половиной тысячи Итак, дорогие друзья Это Дубай Это Blue Waters Нашей стороной Фрэнк И это вопрос ребром Добро пожаловать Добрый вечер, дорогие друзья Мы начинаем Встречайте Нас сегодняшний гость Александр Зубареп Без молкающие аплодисменты, ребята Настоящий Кто это? Привет, ребятки Спасибо большое Спасибо Мне, ты классно выглядишь Что, прямо тут, да? Садиться? Да, пока размышляю, мы с тобой разговаривали про пятую позицию Я размышляю об этом времени, вспоминаю, как же х** было Чего? Когда я занимался балетом Говорю, пятую, я такой прям аж как-то себя плохо почувствовал Расскажи историю, как ты занимался балетом, всем людям будет интересно В военном городке в 88-м году Я сам В каком? В 80-го года рождения В 88-м году на 89-й в военном городке Там была либо секция дзюдо и балетная студия Ходил по неделе, с 3-пятнице дзюдо, вторник, четверг, балетная школа Ну вот какие-нибудь остались навыки? Крутиться Ну круто несь Смотри А ну Это балет? Тебя на х** Это была школа, восточные танцы Середина у меня вообще не работает Какие восточные танцы? Ну первую позицию, ты только что остановился И плие давай Это вниз Давай, плие, еще Да куда я не сяду? Гран-плие Гран-плие Ну гран-плие, погнали Гран-плие Руку открывай Во вторую зону Еще ниже, еще ниже Сломаются ноги 3-пятки оторвал Выворотность, ля, кайф Вот выворотность, посмотри А ну вот сядь на жопу Серьезно, подожди Вот смотри Или нет Как? Вот так вот, ну раз и колени Ты положишь на пол Давай попробуем Я красава 43 года, бля Не забываем 43 года А мы стоим со собой сидим А давай тут сидеть Давай легко Давай легко Мне нравится Ай, легко А давай перетяжечку Смотри Давай легко сделаем Только выпрямляй колени Выпрямляй колени Подожди Выпрямляю кого? К шортом, бля Придет Полменджел Давай тебе Ай, бля Ага, потянул Потянул его под коленки Так, ладно Показали, да? Сейчас, подожди Передохнешь чуть-чуть Это вопрос ребром Поехали Первый вопрос В России, а может во всем мире Есть стереотип, что все китайцы Так, сори, что-то я затроил В России есть стереотип, что все китайцы Что все китайцы Это чистая правда Спасибо, Андрей Спасибо, следующий вопрос Следующий вопрос Спасибо, садитесь Следующий вопрос А что ты хотел спросить? Подожди Быстрее, на ухо Что все китайцы владеют боевыми искусствами И видел ли ты много таких махачей в Китае Прям, которые В Китае все владеют боевыми искусствами? Конечно Я был в Китае, короче Я прихожу на кассе Вопрос, подожди Ты скажи вопрос Он говорит Какой стереотип, что в Китае все занимаются Боевыми искусствами? Нет, на самом деле Это не просто так выдумано Я прихожу в супермаркет И на кассе она мне пробивает Ты руку отпусти его И я говорю Сориан Я самого вас А я раз сейчас задаю Пробивает, пробивает И я говорю Стой, вот этот товар мне не надо отменить Она ну И раз Мне, понял? Раз и на огонь И до сих пор летающие вот эти деды Ну все очень эффектно приезжай тебе понравится в китае все давай братва пасибо саш ты занимаешься боксом и балетом занимался покажи троечку хорошую раз два три давай двоечку 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 фирменную раз-два ладно вопрос вот могу еще единичку раз и коленка скажи боксер зубарев дал бы балетмейстер зубарев за то что он занимается балетом нет 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 боксер зубарев умер бы где-нибудь и либо отбили голову и ходил бы паркинсон чекам трусился бы вот на пятой позиции а вот балетмейстер во-первых повидал мир ну причем со своей там балетной труппой да и нет не дал бы а наоборот сказал бы красава ты не не доскал ты вывел нас ты лучше нас спасибо спасибо это тогда следующего года александр михао не зайдем голодайло на мадонье них вы бы ходить и ухан домурен айседвинила что там от души я тебе подготовил уже говорить но там что-то про мать промоем просто мать поняла там обидно мягин понял еще сколько лет в китае уже приехал но около десяти и как в китае в китае брат в китае классно и блин я чему-то как же я думаю и почему ты ведешь себя как летучая мышь на хунда и дать его стоил ну да почти кто съел улетучу мышь на самом деле шучу ты в китае столько лет прожил ты научился отличать китайцев друг от друга конечно да 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 на самом деле это стереотипы это все делать легко я не знаю как вы отличите ли вы там рожден корейца японца от китайца и номеру жига все каких-то лично хочу я это очень легко но это очень я там тоже прожил много лет а мы для них как расскажи просто как расскажи как расскажи ты только что был как расскажет я прихожу и что-то беру и прошу у него слышишь а дай мне еще налей напитка на ритука собрал я риту шаги он это не ты был старик 2007 год я приезжаю гуанжоу мы едем в музей ко мне подходит девчонка китаянка и говорит может с тобой сфоткаться ты просто красивый как дэвид бэкхэм я понял я все понял нет я все понял как они нас видят и чуть чуть белая нагреть урок как они для нас в бруслив да все китайцы прикалывались и у них всех нет понятия вот здесь да допустим либо ну где-нибудь я иду где-нибудь я в казахстан летал мне безумно приятно типа можно сфоткаться да а там можно сфоткаться но в душе кто-то понял да да просто потому что ты светленький а у тебя голубые глаза вот только за это сгаться вы встречались с женщинами которые были старше вас расскажите пожалуйста было в чем милфы дают форум молодухом как еще раз чем в чем милфа дает форум молодухом ну то есть милфа это более молодуха у меня а молоду нам а почему у мелко верти ему передавило уши и не когда я пошел у человек почему милфе мало идет форум молодуха мало ну почему у мелком им кто-то дает форум потому что у них мало духа давай почему я больше понял на китайском когда говорил чем вот это а я расскажу почему ну какая то есть легкая ветреность знаешь и неопределенность у девочек помоложе ну я не то что нет ни в коем случае не обижать они вы здесь еще один красивый нет но девушка постарше она своего рода чувствует мужчину но я тебе не могу объяснить почему на каком-то ментальном уровне понимаешь ну то есть если она чувствует даже перепады настроения когда надо отойти и не за она это понимает представляешь а когда надо дать любовь и ласку она это понимает приготовить что-нибудь покушать то она всегда угадает представляешь что ты хочешь и это это очень круто у славы свои слова нашу него все невесты на 6 лет старше его он воротит жалом ты видел его нет естественно даже не которую мы можем женить вот у нее зарплата 700 тысяч рублей ты сколько в юанях юанях это на 30 на 13 13 тысяч долларов 7 тысяч долларов заработала туда его и и он что я тут делаю а сколько тебе лет 30 ты крайних мне кажется что чуть-чуть сюда не туда да ну чуть неудобно в плече как улья почему вот они не видят вообще не дарил поверить можно я а не знаю что это можно я хотя бы один вопрос буду отвечать вот ребята ваша может хорошо пожалуйста спасибо ребят давай а саш мой парень пипец как любит вы и стримы как за вечером стёпа вон сидит где он привет раз спасибо большое я тоже твой и вечером я его знаю серьезно вот таких вместе выросли по полю бегали он смолен и помню яички щекочет травка мы просмотри фильмы вечером происходит втроем я он и ты ребятки спасибо вам огромное для меня для меня правда огромная честь спасибо правда мне мне безумно приятно если я допустим не представляла ты представляешь какого-нибудь вот и хочешь посмотреть фильм придешь ли ты посмотреть фильм и посмотреть на типа который смотрит фильм нет я просто хочу посмотреть фильм а на стримах я смотрю фильм и мы смотрим вместе ну то есть да у меня есть какие-то и комментарии я там что-то комментирую понял и типа это смешно но сделал бы я так хоть раз то нет наверное поэтому ребятки низкий вам поклон за это спасибо большое правда безумно приятно ну в общем вопрос это не вопрос был ты очень часто когда работал еще с детьми в балетной школе снимал своих учениц на камеру с лицами прям крупную вопрос а как реагировали на это их родители абсолютно никак это все нормально нет китае все нормально да это в европе бы засудили вот оба еще статью какую-то повесили в китае нормально в китае также может подойти она и вот так вот упереться мне и начать снимать сама ученика и и мама не детский допустим родители в курсе контекста не думает но не детский контент у тебя совсем я понимаю но если я матерюсь что я не матерюсь в присутствии детей этого никогда не было ну по крайней мере на моей памяти этого никогда не было а если и матерился где они там где-то были на фоне ну а понимают ли они нет для них это просто было было понятно они говорят все равно на китайском не понимают русский но родители нормально реагирует не знают общий контекст родители даже не знают кто я им вопрос не они знают кто их дети до конца понимаешь они приходят все пошли домой она мама это не я другого забрала ну типа ну привез на следующий день заберешь свою какая разница все спасибо большое спасибо всем привет привет ты видел самый пипец это слава увидели слава он есть стать его такая стоит он такой делает вот так просто покраснел тренировки скажи да прибежала прибежала у меня просто вопрос сколько ты зарабатываешь сколько я заработаю ну типа официальная зарплата в китае балетмейстером 15 тысяч юаней есть такие штуки как рекламные баннеры допустим на твиче да которые тоже платят но размещение одного баннера я буду откровенным там стоит около 10 тысяч долларов в месяц понял то есть если я вешаю два баннера это 20 тысяч и плюс есть телеграм-канал понял который тоже приносит ну пусть даже рекламных постов но 5-6 месяц каждый по две тысячи долларов не сложно прикинуть что это около тридцатки моя медийность приносит мне вот так вот несложно прикинуть что в китае ты живешь нормально ну да 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 ну это с головой хватает для китая с головой да кто богатый да ну да по китайским меркам 30 тысяч долларов сейчас тебе скажу да по всем меркам это неплохо 210 тысяч юаней это огромные деньги ну правда поэтому да не жалую спасибо большое спасибо это весь вопрос ты подожди если к тому что потянули я тебя потяну конечно тридцатка они против василий александр добрый вечер вот меня зовут влад бродецкий мой вопрос когда ты тусовался в клубе тебя клеила богатая китаянка но ты отказался но как ты говоришь все сейчас покупается насколько стоит тебя сейчас ну для кого для тебя вообще ну типа давай так все продается и покупается у каждого и своя цена кто говорит что я бесценен и ты продаст скорее всего дешевле я просто к тому что если все зависит от человека вот подойдет допустим ты и скажешь сколько если это мужчина подойдет какая-нибудь женщина которая ну 70 плюс и высунет челюсть я доплачу скажет возьми мне два пива и помчали да да подойдет какая-нибудь знаешь что там уже курага будет дороже но если ну вот мой какой-нибудь формат до человек который располагает не только внешне но и внутренне да очень важно еще пообщаться я такой ну ты что не просто знаешь красивая картинка мне важно что внутри человека не внутри плане печень там или внутри в душе вот если какой-то connect произойдет тогда возможно и я доплачу я не знаю что брат как тебе ответить то есть есть цена но этот ценник варьируется там допустим от того что я заплачу и да допустим не знаю не но я не знаю но правда но не знаю и 0 в долларах давай просто бебе бебе беля без долларов да я вам долларов что снял это китаянка да или прям или или ты или ты детстве вы жили очень бедно и мама готовила вам суп из костей и крапивы бред мы вообще кто тебе сказал я очень из богатой семьи я просыпался меня мама будила икрой черная кидала вставай а сетром держи тебе говорит 10000 долларов на завтрак школьный охранник десять тысяч она с норковой шубы вытаскивала меня горит пошли в школу я ну было такое да еще лайфхаки как вкусно дешево поесть я могу дешево поесть знаешь какой заходишь магазин и берешь вафельные коржи берешь банку сгущенки намазываешь эту это еда богов я тебе клянусь сахаром сверху вкуснее этой штуки нет ничего да ну понял коржи которые понимаешь о чем я конечно и сгущенкой причем если ты сгущенку берешь вот такую белую и наполовину вареную просто и ореха два еще дал и продал до гречи до самый но он это на десерт но на первое блюдо я вот нет недавно ел доширак берешь сухой сухой и он желудки раза дожди да дай ручить пердишь на счастливый дай расскажу на это ты он десерт рассказ берешь два лучше доширака 4 сосиски режешь и и 100 грамм сливочного масла завариваешь это все масло туда кидаешь сосиски под накрыл она все бухнет а ты такой да когда же это варится дрянь и ты понимаешь там все заварилось берешь черный белый хлеб это уже дорого получается нет это очень дорого потому что это воспоминание близкое нашему сердцу здрасте у меня есть такой вопрос к тему к тому что все продается и покупается в этом мире за какую сумму вы готовы избавиться от остатков своих волос ну типа на вас ну да ну смысле остатки вася осторожно осторожно не зацепил чтоб тебя ну смысле остатки они просто реденькие старый это уже какой-то стёплый с а самому заре расскажет стар расскажи чуть по прическе делать что я думал у меня лянь там да не у тебя вообще братан да но это беспредел ужасно не обижайся ну брат ну я там что-то падает оттуда видел саш ты как будто в реактор залез как в реактор залез и не вылез в ростове это называется луиска вот когда на голове вот так луиска просто то есть ты похожи смотришь и глядь в типы зыгалью луиска ну то есть это и не луиза луиска витонка не мы просто по луиска но там же ничего там уже надежда не светит братан это ты схватаешься руками что что давай так это важно 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 я твой поклонник не очень твой поклонник мы тебя так не отпустим я твой поклонник мне нарастишь легко если пересадка оплачу пересадку волос турции ваша рижи поможет это надо сделать надо если ты себе что это надо если ты себе нарастить подожди гаврилку нарастишь вот такой будет он такой раз пойди с тем раскладом что мне мне тебе потому что у тебя там на голове выбери мне вот здесь вот кусок лишая мне лукавый лукавый к себе у тебя прикинь ты такой вдруг просыпаешься и такой поперла что-то и радость равно было бы не знаю ну скажете сделать я сделаю мне скажете убрать я сделаю скажите добавить сделать перекраситься в голубой мне все что угодно главное что ты человек блестящий ребят ребят я хочу ребят 100 тысяч лайков и мы оплачиваем ему трансплантацию волос 200 200 тысяч и со старым вместе бреетесь на лысо так меня подожди мне нельзя в театре приционалы садов и давай за руку я тебе клянусь нельзя ваша просто 200 тысяч на голове на самом деле ему же деньги предлагают какие таки да то есть вопрос звучал в том что какая сумма 200 чтобы побриться на лысо 500 тысяч рублей ты бреешься это 5 тысяч долларов давай так чтобы она возместила мне допустим сколько будет отращиваться она у тебя в небе не вырасти чтобы я устроил и выразил я когда-то театр не вырастет никогда это год тогда годовая какой театр ну какой сколько вы зарплата 15 тысяч юаней так считаем множить на год на год 15 тысяч юаней нам надо сто пятьдесят 180 тысяч юаней сколько это в рублях долларов долларов 180 тысяч юаней курс юаня к доллару 7 7 юаней 1 доллар 180 тысяч 20 тысяч долларов 24 тысяч долларов на год мы соберем эти бабки сбрекали я тебе дам 24 что-то от меня нет я тебя не устраивает по-моему отличные волосы это говорит тип которому волосы просто ребят впредь мы закрываем эту тему ему все она но это в театр из этого не берут думаешь он больной что до сезона не доживешь сдохнет актер посмотрите вот это вот я прекрасно выживаю саж назови пожалуйста или лучше выкрикнет или любимых китайских звука как будто ты монах шаолинь китайских да что они вообще кричат монахи шаолинь а мне норме это ничего не кричат просто звуковые у них подача дышь понимаешь у них отсюда то есть у них не не груди а животом у них вот это вот вот они на выдохе давай я просто три гласных любых давай а и а еще раз еще раз а ну похоже на монаха шаолинь нет пацаны мы монахи а спасибо большое а вот это мои красавцы а и сосиски с душа к не надо попробуй пацану это что такое прикинь старик старик слезу придавил как бы макарону сосиски они раз и приготовили это блево торс ребята золотая жизни а масло сливочного дачка не хватает брата мнение класс не делай такое лицо даешь доем доем дед доезд я даю я пойду пойду ну что ты будешь лет потом ребята салют при ожидал старик какие очки а салют ребята приятного аппетита такой вопрос за свою карьеру ты столько дичи покупал с алиэкспресс назови топ-3 ни одного продукта не было куплено на лево вечер я свидетель все в того балла ну допустим то обау на зона 8 ну допустим пусть будет так назови топ-3 дичи с которой ты сталкивался и в то же время топ-3 полезных гаджета длинная ложка брат это вроде бы длинная ложка для обуви что вот так вот но с моим ростом она где-то вот такая я просто обуваться коротенькими ложечками я для себя ее только открыл год назад я клянусь они существуют еще с советского союза длинные ложки а у меня не было до этого все было коротенькое и я наклоняться вот а длинная просто я стою с кайфом раз обулся понял ну не не раз а а именно ложка электропельменница лепит вот ты просто кладешь кусочек теста причем тесто уже нарезанная все продается нарезан дольки мяска шарики прям ты кладешь вот эту лепешку кладешь шарик она залепила понял это просто вся которую я покупаю она фактически никогда не пригодится кроме калинки лай брат калинки лай это не просто разъем видел калинки лай это лучшая покупка ты можешь в этот момент пупок не массировали кельвин кляйн калинки лай киллай киллай калинки лай это пушка это стиль трусы номер один да все в принципе не надо так чисто знаешь распаковать поржать и все все остальное быту она никогда не пригодится у меня кент недавно подарил артурчик эту расческа которая бьет током и стимулирует рост волос пошел можно можно эту тему не поднимать больше хорошо спасибо следующий вопрос не поднимать мои волосы земли саж подскажи вот ты давно находишься в китае можешь реально посоветовать нормальную китайскую тачку лисян он у вас известен как ливан или 9 у нас до ливан l9 это своего рода роллс-ройс в мире электрокаров это это лучшая машина которая есть сейчас на китайском рынке лучшая просто все остальное но я вам сразу скажу есть достойные да типа там xpn кого-нибудь типа zikr но все она не сравнится с вот этой тачкой это самая машина еще вопрос что самое необычное ты видел в китайской тачке или какую необычную дарим очку ну кроме разговаривающей какой-то которая стоит которой ты сяо ту сяо ту и она тебе типа ну там сделали погромче сделай потише закрой окно открой окно пробей путь там туда ну вот просто разговариваешь с головой там стоит такая голова на торпеде понял и типа 2 2 глазика и она своего рода искусственный интеллект типа она учится на твоих вопросах понял ну вот опять же это для китайского рынка она не русифицирована даже английской версии нет поэтому мне на не надо ты сам на какой тачке ездишь на бэхе на бэхе ты сейчас же не ездишь чего ты сейчас не ездишь же на тачке у тебя же один бал остался до того чтобы у тебя отобрали права ты сам говорил да но феврале одну лица а за что там отбирать от тебя отбирали ну есть ряд нарушений но в основном это парковка ну просто нет места просто ты оставляешь где-нибудь возле какого-нибудь супермаркета потому что ну нет места по-другому не оставишь и выходишь а у тебя уже лежит чек понял ну вот в запасе в 12 ты можешь за год 12 за год если превышаешь 12 должен по новой сдавать на правах тебя лишают на год и по новой сдавай на права поэтому у меня сейчас 11 и стоит это бэха ну его правильно разумно спасибо следующий вопрос александр ты становишься все популярнее и популярнее значит денег становится но не так много как хотелось бы но судя по твоему образу тратишь ты их не на себя расскажи на что ты тратишь деньги и по запаху тоже кстати я 90 процентов денег вкладываю волосы в своих это видно деньги на ветер как называется когда дом престарелых я умоляю подожди баба 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 как называется когда торнадо разрушила дом престарелых бабки на ветер таки спасибо большое так на что я трачу вы чё смеетесь дети может быть на что-то копишь знаю ну типа купил бмв класс катаюсь купил до купил роликсы очень давно хотел роликсы не знаю я но купил купил кепку gucci 4500 юаней дорогая просто футболка 4500 юаней вот вот так вот но чуть приоделся трусы калинки лай 8 8 юаней но я купил их 4 на 32 сразу 32 юаня тебе реально надо выкупить этот бренд и сделать это мерчем это миллиардная стоимость бренда ты чё ну ты бы купил калинки лайк скажем клянусь давай эти отдам ну сейчас чисто махнемся и на что трачу очень хочу но по крайней мере надеюсь что у меня получится я уже озвучивал это неоднократно хочу недвижимость хочу дом в старой европе либо португалия либо италия просто домик и хочу там состариться и сдохнуть ну я имею ввиду уже семьей воспитывая там дочку и заведу лабрадора какого-нибудь и виноградник вот вот это моя мечта саш привет в начале каждого стрима ты показываешь орлиху боже упаси кого орлиху не видел не могут и зрители ютуба тоже показать да я доказали мама орлиха которая кормит орленка давай разыгран просто посмотри ты орленок маленький сидишь ты маленький орленок который сидишь в гнезде я тебя сейчас покажу подожди кто ты я орлиха я мать орлиха иди сюда орленок сядь давай я орлиха ты знаешь что делать конечно на эти врутку из дом конечно нет не так надо я тебе не верю жирахов ты готов ну если вы не знаете ребят кстати кто не кушал приятного смотри ты хочешь проживать это и конечно нечесть я не мама лиха которая подвода дожди да я сяду что блевануть можно я сяду ну смотри да ты маленький орленок иди сюда я не могу сейчас сейчас эльдар ты чего не покажешь это все тебя покормить так кто хочет поесть при интернете пишут что вы любите читать что вы читали из последнего освежители морской бриз не в счет жизнь насекомых пелевина последняя что я прочел это прям последний потому что не хватило ума тала экшеном а вообще читал очень много да наверное поэтому у меня это жанра своего рода нет нет жанра абсолютно балетная билетристика я толкина властелин колец я прочел я не знаю сколько раз но там же книга тысяча сто страниц был я прочел и наверно раза четыре ну то есть если мне что-то очень нравится я перечитаю там еще раз и ребятки читайте кстати это это очень полезная штука правда ты стал был популярным благодаря распаковкам да ну ты рассмотрел и смотреть то как ты это делал богу то мы сейчас какие-то попросить обо мной наш славка уже сколько мы тебя пытаемся поженить год я тебя уже заставлял тренироваться я тебе стриг мы тебе придумывали стиль мы все ознакомились с женщинами ты можешь его распаковать так чтобы он улетел просто с прилавка вот все сказали чтобы всех них без слова слава слава садись слова и как это удобно сделать иди сюда стань он должен стоять он должен стоять здесь по центру слева от зубарево должен стоять а где камеру там да смотрите так и взять на место ты не можешь сидеть нет и стой линии мне надо мне надо показывать будет что камера была видно просто ребятки во первых какой первый принцип девчонки обращаюсь к вам какой первый принцип ну вот почему вы обращаете внимание на мужчину это чувство юмора естественно раз он связан с газом значит у него есть какое-то чувство юмора а венчик он к венчик ребят второе если человек немного полненький значит у него есть за что кушать значит есть деньги понимаете а здесь посмотрите и холодец полностью смотри дальше я вот судя по штанам он специально носит широкие но линии контура легко определить что там три нога девчонки уверенно стоит на своих трех вот если он вывалит эту шляпу всем будет стыдно всем орут тебе тоже хотя там ходят легенды но тут машина и да и что и вообще телосложение у цепи заняться человек хороший ребят просто поверьте зарплата 700 косарей зарплата 700000 до 100000 70 тысяч юаней 70 тысяч юаней не у него 7 тысяч долларов зарплата это по это вообще почти 8 70000 юаней разделить на 30 70000 разделить на 30 2333 порции пельменей понимаете у вас не то что вы свою улицу накормите за славы на зарплату девчонки с голода не умрете в общем знакомьтесь слава 3 берешь до 30 лет выглядит на 72 смотрите пацан давай подожди кто хочет вот девочка смотри розовым выходите девушка девушка подожди да ты со мной же хотели хотят выставь себя 2 тысячи 400 пельменей я иду говорит мален романенко давайте выходите какая пара посмотри отличная пара слава можно девушке не только на жопу смотреть а мы как это как гузеева вот это раз такой вот такой у нас пара прикиньте сложилось все спасибо большое спасибо итак смотри сейчас совершенно потерял голос черт возьми какие накал эмоций сейчас тот самый момент когда мы все должны будем решить что произошло сегодня вынесут к нам красных динозавров и черных барашков если сегодня наш замечательный гость александр девушка и киа распаковка замечательный удивительный показалсямо лживым лицемерным токсичным агрессивным сексистом животным-агрессором злодеем неприятным человеком вы поднимаете Чёрного барашка если важнее он оказался тем кем мы 1967 считаем удивительным замечательным вдохновляется вы поднимаете Красного Динозавра Смотрите, если динозавра будет больше и выиграл он если больше черных барашков выиграл я Если выиграл он, плачу я. Если выиграл я, платит он. За что? За что платят? Потом я тебе расскажу. За всю еду. Сколько вы наели? Я думаю, тысячи на 3 долларов точно наели. Итак, время определиться. Голосуем. Поднимай красный. Редный. Да, спасибо. Редный. Чего и требовалось ожидать. Саш, ты как всегда замечательный, удивительный. Мы тебя любим. Спасибо за то, что был сегодня. Правда, подарил нам незабываемые эмоции. Спасибо большое. Спасибо огромное. У нас в гостях был Александр Зубарев. Это Фрэнк Наплевоутер с вопрос ребром. Мы распаковали это. Распаковали. Спасибо. Мой соведущий Шарахов. И наш слаб Кагузеев. Очень хорошо. Очень хорошо. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо, пацаны. Очень хорошее. Ну давайте, давайте. А где Слава? Помогите, иди сюда. Мы тебя поженили наконец. Слава, у тебя выпал Джарахов с тебя. У него реально три ноги. Спасибо, друзья. А мы, а что дальше? Ну типа. А куда ты въехал? Чао. Мы дальше сидим? Стрим. Стрим запускаем? Куда? Беремену в 16. Все, уходим, да? Я ухожу. К другому его зовут Рустем. Я ему оставлю хоть. Все, давайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова